Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наталья Качанова сегодня приняла удел у посаджения Гарвы Конкама Заборона практически снята, у Гомельской области Нельга наведывать лесы только в трех районах Вытворчивый травматизм, ситуацию мерковали сегодня за круглым столом в Доме профсоюзов А сейчас об этом и иншим больше подробно Новая сторонка в истории национального аэропорта Минск Сегодня с уделом президента краины у расиста открыли другую взлетно-посадочную полосу Это остальное кроком на шляху развития транзитной привабности краины Девучая трасса выкористовывалась с 1981 года Возникла необходность обновления Будовничество началось в 2016 году Масштабный инвестпроект реализовали своими силами До речи, такой опыт зараз будет корыстным нашим специалистам при узведении подобных объектов замяжу Будовничество другой взлетно-посадочной полосы – это развитие аэропорта Как международного транзитного узла Чем больше сучасных полос, обсталеванных по опошним слове техники Тем больше самолетов мы сможем принять Новая полоса до ужиней 3700 метров и шириной 60 метров Различена на поветренное судно любого типу От самого буйного грузового на кшталт Ан-225 До наибуйнейшего пассажирского лайнера типу Эйрбас А380 Миновата по прилете у гостей начинается знаемство с Белоруссией И складывается первое уражение про краину Когда мы приняли решение о строительстве взлетно-посадочной полосы Для меня это тоже новинка, безопасность прежде всего Многие, многие, я их называю специалисты, меня убеждали, что нам это не под силу Мы это не сделаем Мы никогда не строили этих полос И надо иметь дело с мирового уровня фирмами Известными фирмами, которые приедут нам построить Мы уже почти договорились Но когда мне принесли на подпись документы И там значилась цифра аж за 600 миллионов долларов Я сказал, тогда не надо нам этой полоса Но все-таки подумывал о том, что без этого не обойтись Что аэропорт это лицо страны Я пригласил тогда еще министра Сивака и сказал Полосу будешь строить ты И вот тебе срок, она должна быть построена белорусскими специалистами Но не может быть, чтобы мы построили столько десятков километров за сотню Вторую кольцевую дорогу Технологии практически те же Ну слой может быть побольше Еще какие-то там конструктивные особенности Чтобы мы не могли построить, чтобы наши строители не могли это построить Ну он как человек исполнительный промолчал Голову согнул вниз и пошел строить Сегодня мы имеем полосу Не секрет, что я с этой полосы уже взлетал и ночью Приземлялся и спросил у своего пилота Ну и что? Он говорит, я видел такие полосы только в Арабских Эмиратах Значит можем И построили мы ее не за 600 миллионов А примерно в три раза дешевле Это величайшее наше достижение Это говорит о том, что мы можем все Только надо настроиться на то, чтобы это сделать И мы это с вами сделали Это не просто вторая дорога в нашу страну воздушная Это продолжение модернизации этой территории Другая полоса уведена устроя краснопередыни европейских гульняв Якие пройдут в червени и с устрокать гостей будем обновленными Сегодня национальный аэропорт принимает калячат рог с половой миллионов пассажиров в год Уведение устроя полосы, так само обновление аэровокзального комплекса Якое отбылось до чемпионата света по хоккей Дозволит состракать и большую колькость людей До 2021 года, когда модернизация завершится целиком Различают принимать что год до 9 миллионов пассажиров Президенту доложили об планах по организации шагуночных взносин Столицы из аэропорта и индустриальным парком Великий камень Кировник державы даручил заработать транспортные взносины максимально сручными для людей И не затягивать с реконструкцией первой взлетно-посадочной полосы Работа промыслового сектора, зарплаты, забеспечение шмодетных семьях жилем Сегодня кировник администрации президента Республики Беларусь Наталья Качанова Приняла удел у посаджения Гарвы Конкама На яким обмерковали выники социально-экономичного развития Гомеля за первый квартал Затым наведала дитяши сад у 19 микрорайона и промысловые объекты Марина Джалая с подробязностями По большинству позиций город выходит на необходимые прогнозные показчики Але есть проблемные моменты У промысловостей это стратная альбо недостатково продукционная работа некоторых предприемств У их лику радиозавод, фабрика 8-го соковика, завод вымиральных приборов Акцент был сделан на распроцовку стратегии по выходе на эффективную деятельность В одних выпадках треба сменшить площадь на предприемствах Отмовиться от лишних Неде необходимо переглядеть асортимент и ценовую политику Звернула увагу кировник администрации и на необходимости мкнуться до повышения работникам заработных плат Примальный узровень для Гомеля – 1000 рублей Реши таки покажек запланованы у экономицы областного центра до конца года Прежде всего акцент был сделан на те предприятия, которые сегодня работают недостаточно эффективно Где невысокая заработная плата, где есть неиспользуемые площади, которые надо вовлекать в хозяйственный оборот И вообще в целом рассматривали стратегию развития дальнейших этих предприятий Может быть они удельный вес их в объемах промышленной продукции в целом по городу и не столь велик Но там работают люди, это серьезные коллективы На одном предприятии больше тысячи, на втором предприятии 660 человек Основная задача сегодня руководителя предприятия – это видеть стратегию развития Что будут выпускать, какую продукцию для того, чтобы у людей была достойная заработная плата Еще один аспект забеспечения шмодетных семью – жильем Заразу у Гомеля на улику знаходятся свыше 350 таких семью Дайсти до кожного и знайсти для их подходящие варианты – задача для терминового выконания После посещения Наталья Качанова на практице ознайомилась с развитием социальной инфраструктуры города У приватности наведала добра знайомых гамельшанам дитячий сад номер 100 На школьной установе убудовано у шматкватерный жилый дом, який находится в 19 микрорайоне Это пилотный проект, який в будущем планует расповсюдить Сад различный на 60 мест, но по факте его наведывают свыше 70 детей А кроме того, керавник администрации президента побывала на проблемных предприемствах Размова об яких ишла подчас поседжения Гарвы Конкама Одно из них – завод вымиральных приборов Зараз тут працуют около 200 человек, середняя заработная плата – амаль 600 рублей Завод у первом квартале спрацевал стратно А кроме того, керавництво вытворчасти отримало широких завоев и по инших накерунках Потребования ликвидовать недохопы – устислий термин Надо будет наводить порядок внутри, в цехах и ускоряться по поводу переезда Территория, которая сейчас на данный момент составляет предприятие 2,8 гектара Будет поделена почти наполовину и 1,4 гектара останется предприятием Сейчас будет в первую очередь переезд в эти наведение порядка на внутренних территориях и цехах И, соответственно, переезд туда Средняя зарплата по предприятию на сегодняшний день составляет 583 рубля Рентабельность у нас за первый квартал отрицательная, минус 2% По 2018 году 6,2% была плюс Я думаю, что к середине года, то есть к концу второго квартала мы выйдем на положительное сальдо Основная думка, яка ухудшала подчас сегодняшней сутстречи Натальи Харшановой С представниками ОЛАД и предприемства у Гомеля и в области Неухильное выполнение головных потребований президента Беларуси Это эффективная работа промысловости, адекватная зарплата для работников Контроль за ценоутворением с проведением постоянных мониторингов, доброго порадкования Улику приоритетных – работа со зворотами грамадян Проблемы людей треба выращать самостоянно и не чекать, пока скарги трапить у администрацию Подкреслила Наталья Качанова Изразумела на первых позициях – процовладкование грамадян и забеспечение жильем шмадетных семью Марина Джала, Александр Харлампов, телерадиокомпания Гомель В Светлогорском районе сегодня обмярковывали шляхи повышения эффективности живелогадовли При этом акцент зарабили на сучасные технологии вырошивания и заховывания травяных кормов По словах новуковцев, применение таких кормов дозволяет не только на 20% повеличить надои А лей, содейничая у смоцнению здоровья живел С новыми тенденциями у агропромисловом комплексе знайомился Олег Синцеров Желто-зеленое майское поле – это не просто пригожа Это так званый полосный способ вырошивания травяных кормов При такой технологии их можно убирать уже сейчас Причем средняя уроджайность, конечно, превышает 250 центнеров с гектара Нельзя сказать, что для Беларуси это совсем уже новая технология Но именно в Гомске в области широкого распространения она покой не отримала Ее сутность в том, что на одном поле одночасово вырошиваются разные культуры У даденном выпадку свирепица и жито Добрый уроджай и такое исполнечение дает на песчаных хлебах Але, что еще больше важно, свежие кормы можно отримать при любом надворе По вселяким разе засуха им не погражаем Это посея новозимый посев, используется влага, которая была с зимы И она дает возможность сформировать хороший урожай Если хотим производить рентабельную продукцию животноводческую Мы не можем забывать про производство высококачественных кормов Ни для кого не секрет, основные доходы всех господприемств от живелых годовли Миноват от этой глины залежит добробытвей асковцев Больше молока, больше выручка в темнику валютная Разум с тем, минулый год показал У некоторых господарках с наявностью кормов были значные проблемы У темнику по причине их эффективного заховывания У дельникам республиканского семинара по нарисованию травяных кормов Я еще раз спробують доказать Сегодня необходимо больше широко выкористовывать полимерные материалы В траншеи, конечно, больше аэропотер, чем строить пленку Строить пленку, это, по сути дела, антеро-кормишерого Частями взял рулон, скормил и пошел дальше И он законсервирован и соблюдает те качества, которые присушили У Минсегасхарча сподяются, что сучасные технологии выросшивания Нарихтовки и заховывания травяных кормов Знайдут больше широкое распосуджение Примушать с допомогой администрационных мер Кажуть, не будет никого Олег, коллег-керавник из подарки, может держать гроши И соправды клопотиться в своих работниках И он примет правильное решение Заставлять никого не нужно Сами председатели, хозяйственники должны это понимать И сами внедрять Приходить, спрашивать, если кому-то что-то непонятно И внедрять Сегодня вводу, рацион данного корма животным Позволяет получить дополнительно до 20% молока То есть 1,5-2 литра молока в день прироста А это наши деньги, наше богатство Олег Сентюров, Игорь Марышенко Телерадио компания Гомель, Светлогорский район Заборона на наведывание лесов Знята у 32 районах Беларуси У Гомельской области Яна денежная пакуль только у Светлогорским, Октябрьским и Житковицким районах На сайте Министерства лесной господарки Размешана интерактивная карта По якой можно отсушивать с изнятия обнижевания у своем регионе Карта оперативно обновляется Прошения по увядении снятия забороны на наведывание лесов Примаются мясцовыми органами улады по ходанинств лесо-господарших установ Або районных отделов по назвычайных ситуациях Профилактику травматизму и мероприемств по его попередживанию Сегодня обмерковали в Доме профсоюзов За круглым столом собрались представники органов Выконавчей улады, Державной инспекции працы, Белдержстраху, прокуратуры, Союза наймальников и профсоюзов За минулые четыре месяца статистику надзвычайной ситуации в Украине Пополнили выпадки и на працовных местах У их вынику потерпело свыше 200 человек Тему протягнет Евгения Кухаронак Всю лето в Гомельской области отбылось около 40 надзвычайных выпадков С отделом працовных Звыше 30 человек отримали травму разной ступени тяжкости 8 загинули Наибольшей небезпечной в раннейшем была лесозаготовчая голена Узросла колькость травмированных так само у сельских господарцев Род транспортников и будовников У спися причин вытворчого травматизма на первой позиции застался человеческий фактор Каждый на своем рабочем месте обязан прежде всего соблюдать Элементарные требования охраны труда Которые предусмотрены их должностными обязанностями, инструкциями их соблюдать К сожалению, анализ несчастных случаев на производстве показывает о том, что Преобладающий процент, более 50% это человеческий фактор Как нарушение со стороны должностных лиц, нанимателей, так и самих потерпевших Поэтому, чтобы снизить производственный травматизм, каждый на своем рабочем месте должен помнить о том, что здоровье в его руках Еще до проведения круглого стола технические инспекторы подсекавились пропоновами по профилактике травматизма Непосредственно на прационных местах у заводчан Деловая встреча отбулася на Злине Мы встретились с общественными инспекторами, послушали их мнение от коллектива Ну и одно вот такое предложение прозвучало Продумать централизованное приобретение средств вегетной защиты Возможно, сейчас мы будем обсуждать с привлечением средств белого страха А кроме этой пропоновой, обмирковывалось и шмот других регионов всеселенных кирований на прасовании концепции нулявого травматизма К примеру, на сегодняшний день у нас рост травматизма с тяжелым исходом в Светлогорском районе Предлагаю группой заинтересованных лиц Технический инспектор, представитель инспекции труда, местный исполнительный, возможно, на территории Представитель прокуратуры пожелает, будет возможность у него принять участие Выехать на определенные предприятия Даже не обязательно на те предприятия, у которых имеет место быть несчастный случай А выехать и оказать помощь практическую По выниках круглого стола был подписан документ, у яким отзначены суместные мероприемства зацекавленных организаций и объединений по профилактике травматизма Некоторые вопросы были взяты на улик для дальнейшего, большепильного взгляда Евгений Кухаронак, Василия Сипсоу, телерадио-компания «Гомель» Представники местовых уладов завтра готовы отказать на звонки громадян В эту суботу снова пройдут прямые линии В Гомельске мабл-выконками ее проведет старшиня областного совета депутатов Катярина Зинькевич Номер телефона в Гомеле 33 12 37 Промая линия працует с 9 до 12-1 В этот час на совете будет и наместник старшины Гомельского гарвыконкама Сергей Андреев Номер телефона 75 63 33 Ветераны Великой Айчиной войны бесплатно смогут наведать дорогие им памятные мястины Александр Лукашенко подписал указ, який дает право бесплатного проезда Это тысячи цехников международных взносин помеж Беларуси и России А так само цехников внутри краины Скористаться этой мощностью ветераны смогут упереть мероприемства Присвеченных светкованию 75-й годовины вызволения Беларуси и перемоги в Великой Айчиной войне Тым часом беларуская шагунка поширила перолик техников и станции с доступом в интернет Вай-фай зараз есть в 18 техниках и на 160 кропках доступа на вокзалах и припыночных пунктах Заявился ее на тем лику на станциях Тераховка, Теруха, Житковичи, Решица, а так само Рогачоу и Светлогорск на Березине Как означали УБЧ, по ослугой бесплатного интернета уже скоростались больше за 650 тысяч пассажиров Сфера агроэкотуризма в Гомельской области як на Долоне Два дни, 4 и 5 мая на территории гостинично-забавляльного центра «Ранша» у Стюденной Гуте пройдет агрофестиваль В субботу отбудется круглый стол с презентацией агросядзибов, туристичных агентств, які займаются уязным туризмом, майстер-классы У неделю запланованы выстава «Кермаш» экспозиции белорусских сядибов, фермерских господарок и подворков с дегустацией продукции своей вытворшости И демонстрации мастерской самодейности региона Хлебные и кондитерские роды с дегустацией продукции рамесников-хлебопеков и кондитеров Выстава-продаж рамесников В этот же день тут пройдет областный турнир по танцам «Батл» на Кубок «Ранша», в котором примут удел дитячие и дорослые коллективы Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен, спасибо за внимание, до встречи в эфире Де-факто продолжает эфир телеканала Белару-4 в студии Руслан Габрилев Здравствуйте Накануне около 7 часов утра в поселке Красный Маяк Гомельского района загорелась пилорама По сообщениям пресс-службы МЧС, здание горело открытым пламенем Уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены 200 кубических метров пиломатериалов и три деревообрабатывающих станка К счастью, из людей никто не пострадал Пожару был присвоен повышенный номер вызова Рассматриваем версию возникновения пожара, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и узлов Сотрудники наркоконтроля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили факт хранения наркотических средств У милиционеров появилась информация, что неработающий житель Жлобина может хранить наркотики местного происхождения Правоохранители решили провести проверку В ходе осмотра дома и прилегающих хозяйственных построек обнаружены изъяты два полимерных пакета с высушенным измельченным веществом растительного происхождения, а также стебли и листья конопли Экспертиза показала, что мужчина хранил опасное наркотическое средство неиспользования в медицинских целях – марихуану Общий вес наркотика составил почти 920 грамм Жлобинчанин пояснил, что заготовил запрещенное вещество для личного потребления Материалы проверки переданы в Жлобинский РУСК для дачи правовой оценки В Октябрьском районе водитель и пассажиры попытались скрыть факт ДТП Но на следующий день им понадобилась медицинская помощь и об этом узнали правоохранители Авария случилась на загородной автодороге Водитель Фольксвагена не справился с управлением Съехал в кювет и врезался в дерево Как оказалось, мужчина находился в нетрезвом состоянии и скрылся с места происшествия Не сообщили о ДТП и пассажиры Но когда им понадобилась помощь, пришлось признаться А в советском районе Гомеля иномарка заехала на тротуар и едва не врезалась в пятиэтажку Инцидент произошел на улице Павлова Автомобиль протаранил скамейку и дерево И это все новости к этому часу Оставайтесь на Беларусь-4 На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин Здравствуйте У хоккейного клуба «Металлург» из Жлобина новый главный тренер Столиваров возглавил украинский специалист Анатолий Степанищев Соглашение с новым главкомом рассчитано на три года За плечами Анатолия Степанищева работа в тренерском штабе юниорской и национальной сборных Украины А также должность главного тренера в ряде клубов По информации пресс-службы «Металлурга» Новый главком уже начал формировать состав команды на будущий сезон Завтра стартует предпоследний тур регулярного этапа чемпионата Беларуси по мини-футболу Гомельская команда ВРЗ, досрочно обеспечившая себе первую строку в турнирной таблице Этот календарный отрезок пропускает Еще одна гомельская дружина БЧ ведет борьбу за третье место в регулярке 4 мая железнодорожники в Светлогорске сыграют с местным ЦК Поединок пройдет в спорткомплексе Десуша номер 2 начало в 17.00 Светлогорская команда, имевшая неплохие шансы на попадание в плей-офф, выше девятого места уже не поднимется Уже завтра может решиться судьба золота чемпионата Беларуси по гонболу среди женских команд В Минске состоится поединок между Гомелем и Бенте Убелас В случае победы или ничейного исхода гомельская дружина досрочно станет чемпионом страны Игра начнется в 14.00 Трансляцию поединка можно будет посмотреть на сайте Беларусской Федерации Гонбола Сегодня в Гомеле стартовало областное первенство по гребле на байдарках и каное За главные трофеи борются юниоры и юниорки 2001-2002 годов рождения А также юноши и девушки 2003-2004 годов рождения Всего участвует порядка 160 грибцов из Гомеля, Светлогорска, Мозыря, Рогачева, Петрикова и Будо-Кошелева Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 200, 500 и 1000 метров По результатам соревнований будет сформирована сборная области для участия в республиканском первенстве Которая пройдет с 29 мая по 2 июня на грибном канале в Заславле На национальном турнире грибцы получат шанс завоевать путевку на чемпионат Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет Эти соревнования очень важны, так как здесь будет происходить отбор на первенство республики Где также будет происходить отбор на первенство Европы и чемпионат мира среди юниоров до 18 лет Ну я планирую показать здесь хороший результат На последние где-то десятилетия все-таки город Мозырь у нас является пока лидером на Рогачев и Гомель То есть вот эти три города, которые всегда, скажем, между собой соперничают Буквально на прошлой неделе прошли соревнования в городе Бресте Также состоялось открытие, уже республиканское наше соревнование Это Кубок Республики Беларусь среди взрослых спортсменов И республиканское соревнование памяти защитника Брестской крепости Где как раз выступал вот этот возраст, который мы сейчас здесь и будем наблюдать на наших соревнованиях В принципе, я хочу сказать, что Гомельская область достаточно высоко выступила Именно среди юниоров Порядка 10 медалей золотых завоевали На этом пока все С новостями спорта вас знакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь-4 Редактор субтитров А.Семкин